Так, сейчас обновим страницу, берем звук сразу, чтобы не было косяков. Итак, всем приветствую, народ, с вами Тоха, и у нас очередной гость в эфире. Так, секунду, 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 секунду. Это канал Реальная журналистика, с нами Александр сегодня. Вот, я уже, такая традиция у меня, что каждый стрим, каждую неделю приходит какой-то блогер, и приглашаем мы только людей, достойных людей мы приглашаем, там, какой-то ширпотреб, я не собираю. Кого сам смотрю, кто мне нравится, на кого я подписан, того я в эфире приглашаю. Саш, привет. Привет, Антон, я просто хочу немножечко похвастаться. Я, например, не даром называюсь Реальная журналистикой, потому что я не просто блогер, я еще и журналист, журналист профессиональный, со стажем много-много-много лет, 17 лет я этим занимаюсь. И в данный момент тоже вот это вот, то, что выходит в интернете, это скорее изначально было хобби, а потом это переросло в телевизионную программу, которая выходит, она эфирная, 12 раз в неделю выходит в эфире, на креке, кстати, который в Екатеринбурге. А скажи, где ты работал, на каком канале? Ой, где я только не работал. Я работал на РЕН, на РКВИ, на ТВ-центр, общественное телевизионное. Даже на первом канале немножко поработал. И немножко зацепил ВГТРК и НТВ. Какого специфику он вел на телевидении? Новосную тоже, да? Политика экономика в основном, политика экономика, социалка, что-то еще. Начинал, кстати, в городе Екатеринбурге, где вот ты проживаешь, был там такой канал АСВ, Жанна Матвеева-Телешевская. Наверное, знаешь, кто такая. Начинал у нее, а потом спустя несколько лет пригласили на работу в Москву, собственно, вот переехал. Тот жил в Москве, правда, в данный момент нахожусь на Кавказе, пригласили меня тут на одну шабашку, но какое-то время здесь побуду и буду возвращаться. То есть ты так, перелетная птица, да, грубо говоря? Ну, ты знаешь, волк и ноги горны. Не спать же, не сидеть дома. Поэтому я не вижу ничего там странного. Макс, выкинь ссылку на стрим ВКонтакте, я не могу почему-то выкинуть ВКонтакте. Вот, ну я понял, в общем, Саша ведет новостной канал, реальная журналистика, ссылка после стрима будет в описании, обязательно зайдите, подпишитесь на канал, очень интересный канал. Вот, и в основном, то есть политика, то есть если у меня, например, антилейстия, это как блог, то есть одно из направлений канала, то там чисто на политические темы. Я бы поспорил, скорее, не на политические темы, и она не совсем новостная, это даже не новость, это просто, наверное, какая-то аналитика, мое мнение на тему, чисто журналистка. Именно на тему у меня концепция канала, я рассказываю о внутренних проблемах России, потому что мои коллеги, мы все это хорошо знаем, ты там включаешь периодический телевизор, нам рассказывают, что там происходит в Сирии, что происходит на Украине, еще Бог знает где. Мне вообще фиолетово, потому что я знаю, что есть там какой-нибудь город Ставрополь, есть какой-нибудь город Талдыгурган, в котором все, слава богу, люди живут, у них есть свои проблемы, у нас огромная страна. И, в принципе, концепция у меня вот такая, я не касаюсь ни Украины, ни вот этой вот всей вот этой вот хери, мне очень часто зрители там что-то пишут. А почему ты не затрагиваешь тему Украины? Да потому что там 800 каналов, которые идут в эфирном телевидении, и плюсом еще куча интернет каких-то каналов, там рассказывают об Украине, включайте, смотрите вперед, из песни, ну уж как-нибудь тут о своем, о женском. Ну, понял. Ну, я смотрю, то есть, да, ты больше за реальные темы, да, как бы, которые реально происходят в стране, я больше пытаюсь в своих выпусках до людей достучаться, да, то есть, додолбиться до них, но понял, что это как-то, что ли, бесполезно или... Наверное, не бесполезно. Тут просто, вот я, кстати, смотрел один из твоих программ не так давно, где ты рассказывал, что да, если человеку долго там вбивать в голову, что он чемодан, да, он поверит в это. А у нас очень много лет уже, там, года, на моей памяти, наверное, с шестого, с седьмого нам рассказывают, как хорошо в стране советской жизни. Собственно, это и выросло, представляешь, какое целое поколение людей уже успело повзрослеть за это время, это было там 10 лет назад, это людям было по 10 лет, сейчас им по 20, 15, сейчас по 25, и которые, в принципе, они свято верят в то, что нас окружают враги, нас хотят захватить, именно поэтому нам надо воевать в Сирии, на Украине, где-то еще, мы должны отстаивать целостность. Один, кстати, наш с тобой коллега классную градацию предложил в свое время «Отбитые наглухо». Вот это вот, и я вот таких людей называю «Отбитыми наглухо», бесполезно им это объяснять. Вот, то же самое, то, что ты рассказываешь, я смотрю, ты очень много тем банковских кредитов касаешься, объясняешь людям, втираешь, что, ребят, это не самая большая проблема в вашей жизни, да, банковские кредиты, их не надо бояться, ну, люди реально не понимают, они, для них лучше я сам буду с голоду подыхать, на каком-то дяде Васе что-то отдам. Хотя о банках у меня есть свое мнение, я бы предложил попозже о них поговорить, давай, может быть, сейчас вот, чтобы привязаться, я все-таки журналист, новостичек, привязаться к какой-то информационной теме, я бы что предложил. Вот, буквально завтра, 27 февраля, два года будет с того момента, как убили, наверное, самого заметного, самого яркого оппозиционера в нашей стране, Бориса Немцова, ну, я действительно считаю, это был, ну, самый-самый, наверное, заметный из всех тех, вот. Вот, а дальше произошло очень интересное, вот, как все это происходило, как происходило расследование. Вот очень, я знаю, что завтра по каналам очень многие наши коллеги будут рассказывать, ну, по погоне за рейтингами, да и просто потому, что там, картина, как-то надо за ней следить. Будут рассказывать о том, как митинги какие-то будут, шествия устраивать и так далее. Тем не менее, у меня другой вопрос возникает, когда я вот об этой ситуации думаю, а почему никто не задавался, что вот настолько быстро прошло расследование вот этого вот убийства, потому что буквально через пару месяцев нашли этих убийц, а уже еще там через пару месяцев и их осудили. Все. При этом куча громких убийств было, бог знает когда, которые до сих пор не расследованы, да, и грохнули в 90-м каком-то лохватом году, и до сих пор никто ничего не выяснил. Тоже Владимир, то есть, примерно то же самое. А в случае с Немцовым, вдруг раз и там в три дня сляпали дело, всех нашли, все, ура. Ты что думаешь по этому поводу? И причем люди-то поверили ведь в это. Ну, я лично считаю вот именно про Немцова, да, что это просто было показательное убийство, то есть показали людям, я бы так сказал, даже их место. Это просто власть, которая очень боится потерять, ну, свой трон, да, и наш любимый президент мною, в кавычках, самый любимый на свете человек, вот, он просто показал людям, что если вы будете гавкать, вас просто грохнут, кем бы вы не были, да, и там показывали слежку, которую за ним ввели несколько месяцев и так далее. Вот, и так же, когда закрывают блогера... А Алигрангер искренне верит, что его именно ГБшники наши хлопнули? Ну, я не ГБшники, но по заказу ГБшники. Мне кажется, да. Я бы, честно, сильно в этом сомневаюсь. Я не знаю, кто, но мне кажется, это было показательно. То есть то, что сейчас вот даже с блогерами многими происходит, то, что садят за контент, который не угоден, за репост или еще за что-то, просто показательно закрывают, чтобы народ не вякал вообще. Ты знаешь, я бы подпорил, мне кажется, если говорить о блогерах, которых сажают, то их сажают, наверное, не за контент, а за глупости, которые они выпускают, потому что я всегда считал, что если ты что-то говоришь в эфире, надо все равно подумать 20 раз, прежде чем ты что-то скажешь. Нет, и блогеры, к сожалению, этого не понимают и начинают и по маме, и по папе. Потом попадают, а потом мы начинаем все дружно шуметь. Надо же все равно как-то взвешивать. Ну, согласись, да? Нет, тем более ты в эфире работаешь, не дома на кухне с другом сидишь. Ну, это понятно, но как-то вот мое личное отношение, да, ну, как бы многие мне говорят, я боюсь твоему ролику ставить лайк, да, потому что боюсь, что меня... Ну, тебе одному я не хочу, я могу сказать. Вот, и поэтому приходится продвигаться вот именно, общаясь с другими, да, блогерами похожего там контента, купая там, тратя деньги на рекламу и так далее, ну, чтобы продвигаться как-то, да, потому что люди, ну, они постят, конечно, но я людям говорю всегда в пример. Если бы хотели, ну, я, в принципе, говорю прямым языком, что происходит в стране, да, если бы хотели, закрыли бы. Ну, ребята, на моем примере посмотрите, никто вас не тронет. Не следит за вами ФСБ круглосуточно, понимаешь? А они думают, что вот... Я бы больше добавил, да, просто такому человеку, кому ты нужен за тобой, следить в стране 140 миллионов человек, и за тобой, за Васей Кукарекиным из Мухосранска кто-то будет... Кому ты нужен? Даже вот кто-то меня спрашивает, там, вот, у тебя-то такое... Какое у меня количество подписчиков там? Я понимаю, что у меня было, вот есть в Америке, в Штатах, один блогер, у него 13 миллионов, по-моему, подписчиков. Журналист, он политик. А, журналист. Это, да, могут следить. У нас таких политических журналистов нет. Поэтому... А уж просто Вася Ругасуев, там, который работает трактористом, и где-то поставил лайк, ну, ты представляешь, какое количество надо сотрудников, просто спецслужб, чтобы отследить каждого. Это на 140 миллионов человек, надо еще 140 миллионов сотрудников ФСБ. Где взяли? В Китае? Ну, а как вот, ты думаешь, вопрос у меня к тебе тогда такой, как изменить все-таки вот политическую вот эту обстановку в стране? Как изменить? Ты знаешь, я много раз об этом говорил еще в период избирательной кампании. Во-первых, начинать надо отсюда. Потому что у нас, вот как бы в 96-м году нам заложили еще в период выборов Ельцмана, да, «Голосуй не умом, а сердцем». Это лозунг, который изначально отключает, да, главный избирающий орган мозг. То есть мы сидим, люди этого не понимают. Но у нас в общем, я сейчас, наверное, начну терять подписчиков, но я это все равно скажу, у нас в общем и нет тех людей, которые могут себя противопоставить правящим элитам, единой России. Их нет сегодня в принципе. Потому что вот эта вот псевдооппозиция, ну, я не понимаю, много раз уже, сколько раз твердили миру, ребят, объединитесь. Ну, я думаю, ты сам это миллион раз слышал. Вот смотри, им уже жрать нечего, они в магазинах воруют, блин, плавленные сырки, да, грубо говоря, то есть и зарплаты вообще в жопе, предприятия закрываются. Вот у нас, ну, ты там жил в Екатеринбурге, у нас город заводов, да, у нас все либо в аренду сдано, либо просто мертвым грузом простаивает, да, ничего не работает. Город вот как, особенно когда новый мэр пришел, да, Ройзман, город вообще перестали практически обслуживать. В этом году мы просто тут все катались, как на лыжах, короче. Дороги вообще не сыпали, не чистили толком. Я удивился, я ехал по Ленина, ну, почитай, по центральной улице практически города, да, и просто гололед, и снег, и капец, короче. Не, ну там вот про Ройзмана-то сейчас зря, потому что Ройзман, ну, он все-таки мэр, он только по названию мэр. У вас же, насколько я понимаю, там управляет сити-менеджером, есть такая фигня. А народ, в принципе, не особо в это врубается. Мэр вроде как глава города и вроде как мэр, но у него нет финансовых полномочий, у него нет права подписи. Он может прийти к сити-менеджеру и попросить, сказать, дядь Вась, там, Яков, да, по-моему, сейчас сити-менеджер, в Екатерингуру, якоб, дай денег на дороге, а тут ему скажут, а пошел ты в жопу. Покажут, что это так, что о дороге не делают и виноват в этом Ройзман. А что, ну, что ты сделаешь, да, вот грубо говоря, ты приходишь на работу, тебе работодатель не заплатил денег, ты приходишь домой, а жена спрашивает с тебя. Все вот эти вот истории качели сити-менеджер-мэр, вот эта вот хитрость маленькая, она для этого, для этих целей и прибыла. То есть мы творим, что хотим, а народ, народ, они, понимаешь, к сожалению, виноват во многом наш народ, во всех своих жалобах, потому что ничего не интересно. Вот реально ничего не интересно. Да, согласен. Вот ты, например, знаешь, что... Вот ты, например, знаешь, я тут недавно разбирался в избирательной системе Соединенных Штатов. Мне стало просто интересно, что ты захлений, как она работает, ну, что там все очень сложно, мало кто понимает. И вот честно, я убил несколько дней, но я в ней разобрался. И самое главное, что я узнал, для того, чтобы человек получил американское гражданство, для того, чтобы человек мог продвигаться в жизни, там, даже гражданин США, он обязан сдать экзамен по избирательному законодательству. Он обязан знать, как... Каждый гражданин США должен знать, как работает избирательное законодательство. Каждый гражданин США обязан ходить на выборы. Это его обязанность. Не дай бог, он не пойдет, он проблем себе нужен. А у нас... Помимо того, что они не пошли на выборы, помимо этого, я как бы наблюдал за выборами, как они проходили у нас, да, в городах-спутниках, как проходили в самом городе, ну, это вообще цирк. Из одного города везут в другой людей голосовать, стоят очереди, стоят эти там, не знаю, там, пенсионеры, там, которым по 500 рублей раздали. Они едут из Ревды, короче, в Первоуральск, из Первоуральска в Екатеринбург, и везде голосуют, и по разу. И вбросы эти, которые в интернете показывали. Всем же наплевать. То есть никто даже не поднялся там, никакого не было хайпа. Потому что тут видишь, что людей вынудили. Они, да, они потом сноют, стонут. Но по большому счету людей вынуждают, что вот... Они сидят у него и так, и бабки денег нет, она еле-еле концы с концами сводит. И у нас народ живет сегодняшним днем. Потому что с завтрашнего дня... Ну, ты знаешь, что будет завтра? Я не знаю. То есть я, наверное, и ты, мы все живем сегодняшним днем. А вот сегодня дают, бери. В принципе, по большому счету, народ сначала вот к этому приучили, что где-то дают, надо сделать. А что там будет дальше, да и ладно. И потом очень многие ведь как думают, ну, я так сделаю, да, ну, я же выжить хочу. Ну, кто-нибудь другой все равно за меня все это исправит. Как вот, кстати, тоже в одном из твоих видео услышал, где ты, знаешь, наши коллеги вспоминают вот эту вот дату, 5-е, 11-е, 17-е, которую Мальцев запросил. И все сидят, мы все сидим 5-го, 11-го, 17-го. Почему никто делать ничего не хочет? Все ждут, что наступит 5-е, 11-е, 17-е, но не я, а какой-то дядя Вася, там, я не знаю, Антон Кашин, Саша Романенков пойдут, что-то сделают, а меня 6-го, 11-го, 17-го разбудят чаем и булочкой и скажут поздравляю тебя, Валера, ты живешь теперь в другой стране, у нас все хорошо. Вот у нас все хотят вот так вот жить. Я много раз говорил, у нас даже зарплата называется, да, получка. Все хотят получать, но никто не хочет работать. Зарабатывать. Да, зарабатывать. А работать, пусть работает Вася Кукарекин, а я умнее остальных. К сожалению, вот так вот. Это проблема ни Путина, ни Навального, ни Немцова, ни кого-то еще. Это проблема в первую очередь конкретной Маши, там, Пупкиной. Конкретного, там, Саши Романенкова, конкретного Антона. Ты только видишь, я не знаю, например, у власти, кто тебе, нравится из политиков нынешних? Из нынешних политиков, честно скажу, мне вообще никто не нравится. Но, если вот так вот разбираться, да, то вот из всех политиков и всех партий, которые сегодня представлены, как бы плохо я не относился к той же «Единой России», но я считаю, что это единственная партия, у которой хоть какая-то программа есть, потому что все остальные идут на выборы с каким-то бредом. Вот вспомни, да, последние выборы, когда шел Парнас, с чем они шли? Мы объявим импичмент Путину. Ну, это единственный был их лозунг рабочий, то есть, больше они... для того, чтобы объявить импичмент Путину, вам надо две трети голосов в Думе иметь, то есть, вам надо провести туда 300 депутатов. Вы одного провести не можете, с чем-то другим идите, то есть, в основном популисты идут, поэтому мне никто не нравится. Вот, «Единая Россия», вот я говорю, как вот, если брать ее как партию, вот в целом, у них хоть какая-то программа есть, хоть какая-то. Все остальные это просто популисты. Вот сейчас вот начал немножко за Навальным следить, ну, по крайней мере, он говорит красиво, интересно, его слушать интересно. Интересно было слушать Майксова в период избирательной кампании, во всех вот этих вот как-нибудь дебаты, но это все просто шоу и больше ничего, а вот так вот политиков, по большому счету, я не вижу, я могу сейчас предсказать, что в 2018 году на выборах президента победит Путин, потому что против него просто некому встать. Даже тот же Навальный, он сейчас молодец, он что-то делает, вот он съездил сейчас в Питер, по-моему, в Новосибирск, сейчас в Екатеринбурге, то есть он занялся тем, что он объезжает регионы, он проводит избирательную кампанию, очень грамотно ее проводит, не как вот обычно, да, у нас проходит избирательная кампания, она там в сентябре, а мы там 31 августа зачесались и пошли там что-то где-то пьяниться. Вот он проводит уже ее сейчас, но, к сожалению, он не пройдет по одной простой причине, почему не прошла ни одна из оппозиционных партий вот на прошлых выборах, по причине того, что они там все как лебедь, рак и щука, потому что им бы объединиться, так нет, пойдет, потому что против, пойдет Явлинский до кучи, пойдет кто-то от Ходора, пойдет какой-нибудь этот, Миша 2%, еще какой-нибудь хмырь вылезет, и все, что они сделают, они просто друг у друга раздербанят эти голоса и выиграют, в конечном итоге, я уверен, что даже 2-го тура, даже если у Навального будут там звездец какие-то рейтинги, но это рейтинги, мы же понимаем, что это рейтинги, знаешь, думающих людей, а подавляющих большинство населения, к сожалению, сегодня. Ну, когда смотришь, что бабушки ходят свечки ставить за Путина, чтобы он еще на один срок остался, и даже не только бабушки, а женщины, по 30-40 лет, я вот хочу в себя ввести новую рубрику, что-то типа как у Камикадзе ходить и какой-то опрос делать, но только не такой опрос, как он делает с юмором, а вот какой-то реально конкретно задавать вопрос людям, не знаю, на Вайнера туда же выйти, сейчас она пешеходная улица у нас стала, и как бы просто поспрашивать, потому что на людей смотришь, ну, в принципе, если им скажут, что завтра Путин становится царем и держателем всех земель русских, то они, в принципе, скажут, ну, ладно, окей, так тут дело не скажут, кстати, раз вспомнил про Камикадзе Ди, буквально вчера я смотрел его последний свежий ролик, посмотрите, ребят, если кто не видел, а он же парень такой, у него потрясающее чувство юмора, ролик о чем? Там какой-то колхозник, фермер где-то, и вот треза, тряс местный там глава администрации, пытался, ты пропал у меня, да не, не, а тут сейчас перегрузится камера, да, пытался у него отжать землю, он не отдавал, и в конце концов ему пробили башку, избили, и вот показывает, значит, камень, вот этого вот лежащего на кровати побитого фермера, в хлам побитого, который потом встает, расскажет на камеру, да все эти власти, уроды и сволочи, и тут камень останавливает видео, говорит, а теперь обратите внимание, в какой человек сидит майки, а на майке нарисовано Путин, и написано все путем, понимаешь, да, я не осмотрел, а у тебя все равно все путем, то есть, как говорится, если человек идиот, то это надолго, вот поэтому, и знаешь, у меня есть любимая поговорка, он наполовину идиот, и это лучше его половина, поэтому, подавляющее большинство такие, подавляющее, я даже могу сказать, я тут период последней избирательной кампании, я как на Кавказе оказался, у меня приятель, друг детства, работает мэром города, и он пригласил меня там помочь ему со СМИ, вот, и я тут работал в небольшом городишке, в администрации города, я видел, у меня не было кабинета, я все время тусовался в приемные, я видел людей, которые туда ходили, очень много бабушек было, которые ходили, постоянно возмущались, хаяли власть, там, и траливали по сатиже, а в день выборов я просто в силу своей работы, тут 4 избирательных участка по городу, я ползал по этим избирательным участкам, а я уже, ну, находясь там на протяжении там нескольких месяцев в этой приемной мэра, я их уже наиболее возмущающихся, я их просто выучил даже, как они выглядят, я их потом видел на избирательных участках и спрашивал, просто подходил, говорю, за кого проголосовала там Мария Ивановна, то есть, это не вытравили ничем, это, я не знаю, что надо сделать. Ну, его и представляют народу, как генсеков в свое время представляли, то есть, мне кажется, может, еще в этом проблема, то что люди в основной своей массе даже не видят, кто может, да, то есть, здесь же комментарий идет, если не Путин, то кто? Я вот считаю, да хоть кто, хоть дед Пихто, вот, не знаю, если бы мне в бюллетене написали код Барсик, я бы за кота Барсика, наверное, проголосовал, потому что это такой зоопарк, а не страна, что, ну, не знаю, как это менять, я как-то пытался, вот даже, работая в банковской, сфере с кредитами, то есть, я каждый день созваниваюсь сотни людей, да, грубо говоря, ну, по теме, вопросы задают, там, и так далее, жалуются, боятся, вот, например, в той же Америке юридическое право, да, в школе предпадают, у нас же, вот, если с этой стороны, почему у нас такой беспредел, такие ставки по процентам, по банковским кредитам, потому что, можно делать, что хочешь, по идее, в России, то есть, в России, якобы, все нельзя, но если что, то можно, да, как фраза из фильма скажем, вот, и народу наплевать, взять ту же, там, Францию, там, любую, Германию, да, там, на рубль подняли цену, да, все, метро встало, самолеты остановились, все замерло, короче, все, люди просто говорят, мы не будем обслуживать систему, да, то есть, пульсеров, вот, то есть, а у нас, я вот не понимаю, то ли менталитет людей такой, то ли что с ними, не так, всем наплевать, то есть, завтра скажут, что молоко стоит тысячу рублей, да, вот как у меня Эдгар на предыдущем эфире говорил, и все, то есть, почему так, я вот не понимаю? Ну, потому что людям действительно наплевать, людям действительно неинтересно, я с огромным количеством людей общался, а вот, кстати, пример сейчас вспомнил из жизни, 2010-й по-моему год, Москва, 27-е, там, 25-е декабря, я каждый Новый год летаю в Екатеринбург к семье, домой, к маме, к сестре, вот, и если ты помнишь, был тогда ледяной дождь, когда остановился аэропорт Домодедово, встал аэропорт Шереметьево, вот, так, что я несколько дней, там, дня два, три, я просто сидел вот так вот в компьютере, ждал, когда что-то уже исправится, чтобы купить билет и полететь, потому что в аэропорту, ну, а что мне там сидеть в аэропорту, вот, и все эти три дня, я сидел просто в чате, общался с девушкой, взрослой девушкой, неглупой, чат, ты понимаешь же, любой чат, на любом сайте идет сверху, вот, информационная лента, да, где там, на Яндексе, на Мэри, и угодно, где пишут меня в событии, что-то, то-то, то-то произошло, и день на третий, она меня спрашивает, а что ты никак не выйдешь, я говорю, что не знаешь, что происходит, но нет, так у тебя вот перед глазами это написано, тебе даже это лень прочитать, тебе даже это пофиг просто, потому что людям пофиг, по большому счету, каждый сидит, каждый живет в своем замкнутом, в нерке, и, наверное, это основная причина, но еще второй момент, что да, действительно, очень, по моим личным наблюдениям, люди просто начинают деградировать, потому что иной раз смотришь, начинаешь общаться с человеком, думаешь, мама, они говорят, ты правда в это веришь? Человек, человек правда в это верит. Я раньше думал, тролли, нет, не тролли, он даже комментарии читает, что они правда в это верят, они правда верят, что где-то там, у нас нет денег на строительство детского сада, но там дело в том, что где-то там строят какой-то космодром, восточный, это звездец, как важно, и ему это вбили в голову, а в реале потом, думаешь, а где этот космодром? А он только на бумаге, до сих пор ничего, никакой ухвали кучу денег, и потом спрашиваешь, а зачем тебе этот космодром? Вот я спрашивал как человека, который мне написал, он говорит, ну как тебе объяснить? Просто заради гордости, я вот гордился, мы же первые в космос полетели, да те, а у нормальных людей, где-то на западе, у них все равно в первую очередь, они живут, да, вот своими близкими людьми, а у нас вот, к сожалению, в принципе, бей своих, чтобы чужие боялись, мы вот готовы ходить, гордиться, кричать, нас вот настолько заидеологизировали, это на мой взгляд, я могу ошибаться, мы настолько вот во все вот в это поверили, что просто в конце концов, мы реально в это поверили, очень многие верят, что все будет хорошо, когда... Ну, смотри, вот уровень жизни будет ухудшаться, он ухудшается, то есть уровень жизни россиян падает там последние 25 лет, да, грубо говоря, и вот последние года он падает вообще, ну, поуклонный, знаешь, летит просто в тар-тарары, и когда вот, я не знаю, даже они, наверное, поймут, да, то, что, ну, все реально, да, хана, то станет просто поздно, то есть правильно ты сказал, зачем мне садик или школа, да, пусть будет лучше космотом восточный, либо там Олимпиада в Сочи, да, пройдет, или вот опять же у нас будут проводить этот чемпионат мира по футболу, да, снесли стадион там практически на Попова полностью, вложили там миллиарды, да, в то, чтобы к нам гости приехали, один раз там футбол сыграли, я вот этого тоже вообще не понимаю. На что власть-то рассчитывает? Людей же все равно... А власть все очень грамотно делает, они молодцы, они вот занимались долгое время внушением, то есть они именно внушали. Потом внушили, были вот эти вот действительно тучные годы, где-то с 2000, может быть, 1-го, 2-го по 10-й, когда все было хорошо, благодаря там заоблачным росту на нефть мы красиво жили, все это нам через СМИ преподнесли, что это все заслуга действующая власть, вы смотрите, страну с колен подняли, хотя при чем страну с колен подняли? Ну вот грубо говоря, ты купишь сейчас какую-нибудь хрень, там я не знаю, вот такую вот, и вдруг выяснится, что она какая-нибудь раритетная и очень дорого стоит, а ты ее купил за 350, пошел и пробовал там за 3,5 миллиона, потому что вдруг это так оказалось, да? Твоя-то заслуга тут в чем? Так и здесь, ну да, нефть подорожала в цене, появились бабки, эти бабки вбросили в поддержание штанов, всем стало хорошо после голодных 90-х. И все сидят, сейчас свято верят, что да, да, вот именно благодаря вот этим людям мы все, вот встали с колен и продолжаем вставать, но немножко возникли какие-то проблемы, но где без них? Вот, ты опять куда-то у меня пропал? Алло! 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 Да, нормально? Да, что-то у меня подглючивает. Сейчас, сейчас, сейчас. Все, все. Это самое, кровавая губня, наверное, там следит, слеживает. Да, да, да. За нами следит ФСБ через веб-камеру. Не только ФСБ, за нами кто только не следит, Дед Марус, Санта-Клаус, Барак Обама до сих пор. И мой дед, что он сказал. Спутник летает над домом, фотографии делает. Госдеп США, да. Мы все агенты госдепа, да, как пишут в комментариях. Ну, понятно, ладно. Это-то все ясно. Ну, вот, смотри, сейчас появилась такая вот, как бы, несколько лет уже, да, работает такая площадка, как YouTube, да, и сейчас она набирает популярность. И я считаю, кто сейчас будет делать нормальный контент, в будущем сможет, в принципе, ну, и аудиторию какую-то собрать. Как ты думаешь, будет вот YouTube как-то хотя бы... Ну, YouTube очень много открывает глаза, да, то есть людям на правду, то есть если... Я считаю, что именно здесь свобода слова какая-то есть, да, грубо говоря. Ты можешь выразить свое мнение, рассказать что-то, да, и масса людей тебя увидит, посмотрит и так далее. Как ты думаешь, будет влиять вот именно интернет, вот российский, да, не загнут ли его, не закроют ли его, ну, не то, что закроют, а начнут очень жестко контролировать, что уже, да, есть попытки какие-то. Или все-таки он повлияет как-то на общество, на наше, как ты считаешь? Нет, интернет закрыть никто не закроет никогда, потому что это просто сделать невозможно. Равно как и вот эти вот сказки, все, что YouTube закроют, ну, YouTube тоже закрыть нереально, это не алкаша посадить в тюрьму, да, там, отобрать у него что-то. Но они же тоже там сидят в Кремлении дураки, у них тоже классные политтехнологи, я очень очень... каким-то количеством людей, которые серьезные политтехнологии ознакомы, они тоже ведь пошли в интернет, они тоже создают свой контент для того, чтобы забивать, ну, создавать определенную конкуренцию, и очень много делается завуалировано. Вот есть такой канал, например, Полит Россия, видел ты его когда-нибудь? Да. Абсолютно антифейк у них, программа и так далее, абсолютно прокремлевский канал. Но они подают себя таким образом, что они как будто бы независимые, и все такие себя расследуют. Это тут не надо быть там семипядей во лбу, чтобы догадаться, когда ты заходишь на канал, да, где всего-навсего 200 тысяч подписчиков, и при этом у них там 15 отдельных программ, которые делают разные люди, причем они сделаны именно по телевизионному, а я тебе как телевизионщик скажу, это очень дорого стоит, на 200 тысячах подписчиков ты столько бабла не поднимешь. Многие, во-первых, 200 тысяч подписчиков, это тоже филькина грамота, я так подозреваю, я уверен, что это боты, потому что я вот как-то посмотрю, у них 200 тысяч, а просмотров на каждой программе в среднем 1025-1030. Ну это как у Киселева на России 24 на канале, такая же херня полностью, там 600 тысяч. Там накрученные боты абсолютно, и вот очень много таких, но это все подается под таким вот соусом, что кто-то правду в это верит, кто-то в это покупается. Вот буквально мне вчера, да, вчера-вчера прислали, есть тоже такой какой-то блогер, называется «Гражданин СССР». И вот мне там прислали один ролик, и говорит, а ты правда в это веришь? Он серьезный, молодец, журналист, и так далее. А ролик называется «Кандидат в мэр встречается с избирателями». Посмотрите, как это происходит. Это мужик какой-то, который, знаешь, стоит матом на бабушек, орет и так далее. Вот. Я нашел этот ролик полную версию и дослушал. То есть у них-то на канале выложено вот там буквально, вот как он их материт. И вот он называется «Кандидат в мэр от «Единой России»» встречается с избирателями. И кто-то реально на это купился. А я, правда, порылся. И когда нашел, и досмотрел до конца весь этот сюжет, оказывалось, что никакой ни хрена не кандидат в мэр. Это происходит с собранием собственников жилья где-то. И вот это он председатель ТСЖ, этот мужик. И эти бабушки что-то к нему вяжутся. Довязались до такой степени, что он их начал матом. А поскольку там, когда он матерится, ни слова о том, кто он, чего он и как, он просто кусочек вырезали, показали и так далее. То есть, и вот благодаря таким они тоже похабят, что ли, интернет, да? Отворачивают определенную аудиторию. Ну и третий момент, тоже работают технологи, которые, ты же сам прекрасно понимаешь, насколько сложно набивать аудиторию. Насколько сложно. Очень сложно. Очень. Особенно, если ты не хайпишь на какую-то популярную, ну то есть, ты не снимаешь на то, что популярно в интернете на данный день, а на данный день популярный в интернете вообще, я считаю, оконченные мракобедцы, да? Ну, помимо там двух-трех буквально блогеров, то есть, которые вообще непонятно, какой пример подают молодежи, да, которая сейчас в России растет, да, являясь их основной аудиторией данных блогеров, у которых там по 10 миллионов, да, подписчиков, грубо говоря. А вот когда ты делаешь что-то индивидуальное, да, ну это очень трудно, очень трудно набрать. Ну, я вот не знаю, по поводу новостных каналов, раньше мне нравилась РБК, пока я их не начали травить, да, грубо говоря. Вот, сейчас они, конечно, говорят, но так, залаулировано, так, знаешь, очень плавно, гладенько. Ну и вот Царьград мне еще нравится, каналчик, ну там ведущий есть один, там, как-то мое время или реальное время, ну что-то такое. Ну там и да, у них там очень тоже небольшое количество уделено, у них же в основном тоже там попам, этим духовным скрепам, какой-то фигней еще, я смотрю, ну да, мне тоже нравится, но и есть вот просто иное количество блогеров, которых мало, на самом деле, вот, которые работают в моей, вот именно, нише, я их почти всех знаю лично, то есть их по пальцам можно пересчитать, там, господи, взять там Камика, да, там, кто там Вата, Сотник, ну ладно, Мальцев тот же, там, ну простите, кого забыл, но их правда, их не очень много, там, Аксиома, Новое время, в настоящее время, это был с Америки, по-моему, вот, то есть, а вот так вот, не так много, потому что это не популярно, и на таком контенте очень тяжело набивать подписчиков, даже возьми того же Камика Дзидион, с 2009 года снимает ролики, но новостные темы, у него даже миллиона подписчиков до сих пор нет, даже миллион не набрал. К сожалению, вот то, о чем мы говорили, что да, пользуются популярностью всякой фигня, вот знаешь, есть там, какие-то, у них больше миллиона подписчиков, я не помню, как они называются, я просто случайно как-то на них нарвался, вот, они, знаешь, там, снимают куда-то херь, типа, вот, один другого привязывает веревкой, голой жопой тащит там 100 метров по асфальту, понимаешь, там 100 тысяч просмотров, вот такую вот фигню народ смотрит, или там какая-нибудь девочка стоит дура-дура, и которая говорит, сейчас я вам расскажу, что продают там в буфете НГУ, и тоже у нее хреново гора подписчиков, народу вот это, видимо, интересно, но это из той же рубрики, как вот смотрят порно-сайт, вот, зачем их смотрят, потому что, там, для знакомства, это почему популярность сайта, знакомств, потому что, это надо же заставить себя жопу поднять, пойти познакомиться с девушкой, пригласить ее куда-то, заблокировать там за нее, хрена, когда можно это сделать через сайт знакомств, или просто открыл порно-сайт и подрочил, и вся недолга, вот, и все, к сожалению, может поэтому, ну, а по большому счету, меня дайте, но вручают, что для пофиг, вот, просто пофиг. Ну, YouTube просит, который начался, как развлекательная, платформа, да, здесь, в основном, был контент приколов, да, то есть, чего-то такого, даже, блогерство изначально-то особо-то и не было, было 2-3 блогера, которые что-то там снимали, да, и до сих пор это остается площадкой приколов, но вот если мы взглянем на американский, например, YouTube, да, там уже больше контент, то есть, я все-таки верю в то, что придет день, когда именно блогеры, да, блогеров начнет YouTube толкать, а не вот эту вот хрень всякую, раскаленные шары, там, и так далее, да, которая реально, потому что, я считаю, что YouTube может повлиять на Россию, ну, на российское общество, то есть, может изменить сознание, мышление, потому что, как бы я не матерился, как бы я не говорил то, что, блин, да сколько можно тупить и так далее, все равно очень много уже людей, которые поняли, как работает вот эта вот вся хрень, да, по взысканию, по тому же, да, и то, что все эти звонки там из банка туфта полная, да, и как это все по закону на самом деле, вот это мне нравится, что, ну, даже, я скажу так, если я даже сотни там, тысячи человек, так скажем, помогу, да, и ладно, и... Попьешь это в голову, да, да, и это уже неплохо, и хрен с ним, блин, я поэтому вот и ищу в интернете, постоянно лазаю, ищу каких-то блогеров, вот адекватных, вот как ты, да, чтобы какой-то приятный человека посмотреть, ты появился, я вообще не помню, где-то под Камикадзе, по-моему, я тебя где-то нашел, вот, смотрю, о, раз видос посмотрел, два, о, нормально, подписался, вот. Там видишь еще в чем проблема опять, вот блогеров, да, которых ты говоришь, там таких как там я, ты, там еще кто-то, условия не очень, не равны, то есть для того, чтобы развиваться, да, допустим, я бы тебе привел пример той же политроссии, там вваливаются бабки, ты понимаешь, что вкладывая деньги, естественно, как бы, понятно, что никто этого не расскажет, понятно, что это все будет позиционировать, что вы, какие бабки, куда они вваливаются, ну, я еще раз говорю, достаточно просто посмотреть какой-то вот про, правительство на ее, даже YouTube канал, и посмотреть качество контента, у них именно качество, и просто прикинуть, сколько это может стоить, посмотреть количество людей, работающих на этом канале, да, а тут ты, вот я насколько понимаю, ты где-то работаешь, а тут у тебя это просто, ну, как хобби, ну, и где-то там может быть иногда дополнительный природ. Ну, я так же. За годы работы нашей, то есть, пришли к тому, что, как бы, понимаешь, когда я вообще вышел, первый свой ролик я снял, просто я показал свой опыт, как это было у меня, да, и ко мне полилась масса людей, я вообще офигел, просто река такая, знаешь, и у каждого это, у каждого то, и ты начинаешь разбираться, еще глубже влезать, глубже, и получается, что ты аккумулятор опыта, понимаешь, у того был лизинг, у того потребка, там ипотека, здесь автокредит, тут, там, и с каждым годом все больше, и потом я, как бы, свои знания, вот мы сейчас недавно открыли сайт новый, и я все знания влил туда, понимаешь, и плюсом помощники и так далее, то есть, в принципе, эта тема-то это хорошая, да, работать и зарабатывать в интернете, на второй работе я уже так работаю чисто, непонятно как, вот, так что, такие дела. Ну, ты видишь, ты нишу тоже свою нашел, нишу свою занял, в которой ты соображаешь, в которой мало кто соображает, и кредитами у нас действительно население опутано так, что лучший свет, вот, и, ну, наверное, нет ни одного человека, у которого не было бы банковского кредита, но если есть, то их очень маленький процент, вот, причем банки же, ну, как правило, опять же, они сработали на том же, на чем сработал в свое время Мавроди, кстати, вот преклоняюсь перед этим человеком, лично знакомый, одна же просто, когда вот я у него брал интервью, я говорю, слушай, мне бы хоть 5% ваших мозгов, вот он посидел, поржал, в принципе, что делал Мавроди? он эти, говорит, самый главный ресурс какой? Ни водка, ни деньги, человеческая жадность. Конечно, да. Тебе предлагают, вот, на, возьми, сейчас вот даже, да, сам видишь, какие банковские продукты, какая реклама идет массированная, что зачем вам париться, съезди в отпуск сейчас, оплати за него потом, то есть, опять же, раз у человека сидит, думает, а что, действительно, а потом как-нибудь, куда кривая российской мечты вынесли, а потом, когда он все это начнет считать, и когда он приходит, ему вроде все красиво рассказали, что там, вот, под 15% ты взял, а там, какие-то комиссии, фиги-си, а если ты платишь минимальными платежами, там что-то там увеличивается, и ты платишь, 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 только после этого понимаешь, какую задницу ты попал, но они дальше банки придумали, они не придумали, только в России, по-моему, есть такая фигня, кредит, возьми кредит, чтобы погасить кредит. Да, да, ВТБшники сейчас рекламируют. И куча идиотов бегут в банки, они перекредитовываются, не понимая, что они залезают в еще большую кабалу, и, к сожалению, вот, если вдруг ты взял кредит, ну, какой-то вот такой, вот, не там 5 тысяч рублей, да, там, который там в зарплату пошел и отдал обратно, а какой-то, ну, который там составляет хотя бы несколько твоих месячных зарплат, ты никогда из него не выпутаешься, вообще никогда, я не знаю, на клад выкопать, чтобы из него вылезти. Ну, да. Система так построит, а люди этого не понимали. Дождитесь до суда, блин, спешите неустойку, заплатите приставу в рассрочку, раз уж так хотите заплатить, у меня кредитная история испортится, да нахрен тебе эта история, дождите тебе этот геморрой, я понимаю, где-то трястись там, в Чехии за свою кредитную историю, где уровень жизни абсолютно другой, и где проценты по кредитам абсолютно другие, то есть, я сто раз говорил, что Сбер выдает в Чехии под 2 процента, да, ипотеку, а у нас под 14, это в лучшем случае, если повезет. А у нас 14, почему? Потому что у нас же огромный, ты же понимаешь, как банковский работник, что огромное количество банков, которые, по сути, это не банки, это киоск, обычный ларек, у которого ничего своего нет. Из-за чего у нас такие бешеные проценты? Потому что крупный банк берет кредит за границу, своих денег нет, естественно, закладывает туда свой процент, выдает, потом кредит банку поменьше, процент опять вырастает, потом выдают еще более маленькому банку, процент совсем вот такой выраст, денег своих нет, и они начинают там завлекать, да вот там, мы тебе мили бесплатные, да мы тебе там то, все, пятое, десятое, да плюс никаких документов не надо, вот сейчас этот, знаешь, банк Тинькофф по всему интернету пиарится. Ничего не надо, вот просто позвоним, и тебе даже сами карточку привезем. И человек по буху там, например. Ну вообще, если люди с твоего канала посмотрят, да, кто не знает про банк Тинькофф, ни в коем случае не влезайте, это вообще, это просто жесть, объясню почему. Ты берешь карточку, никакого договора там нет, там есть анкета заявления, и расписка за выдачу карточки. В суд они вообще по аферте обращаются, да, крутят огромный процент, на это, ну вот я недавно тоже видео снимал про Тинькофф, когда он начал массированно рекламироваться, и когда вы хотите погасить карточку, то есть, например, 50 тысяч взяли, 50 тысяч положили, банк даже сам увеличивает вам лимит и загоняет вас еще больше кредит, потом еще, 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 и закрыть ее практически нереально, потому что нет ни одного офиса, банкомата, ничего нет, закрывается все через телефон, есть только один офис в Москве на Волоколамке, все, все больше нигде нет. Это удобно, насколько я понимаю, туда тебя просто не пустят, там можно прийти, позвонить в дверь, а тебе по домофону скажут, иди в лес, и все. Да, вот я одной девочке две недели закрывал карту, и, ну, по телефону, и то оказалось, что она не закрыта, эта карта, и потом пришлось через суд закрывать этот кредит, и банк вам никогда, этот банк, хотя нормальный банк дает такую справку, никогда не даст вам справку, что кредит выплачен, но он к вам претензий не имеет. Либо какую-то писульку, отписку, в общем, это просто такая пожизненная денежная карусель, это сразу могу предупредить, не лезть ни в коем случае. Вот, так, ну, еще о чем хотелось бы поговорить, ну, давай тогда про Немцова тогда еще раз, да, то есть все-таки назовем стрим там день, памятник. я, да, уже начали с Немцова, давай к Немцову, весову вернемся, вот, да, опять же, если мы говорим об, Немцов, оппозиция, все дела, вот завтра будет куча каких-то шествий, наверняка, в Москве это точно будет шествие, там, причем, я думаю, многотысячное будет шествие, будут по всей стране какие-то травмные митинги, вот, мне интересно, а почему, да, вот, взять, и вот эти деньги, я думаю, только дурак верит, что на все вот эти шествия люди, они проходят все бесплатно, люди туда приходят сами, хотя бы по, это стоит денег, причем хороших денег, я имею в виду не в том плане, что мы этим митингующим деньги раздаем, а все это надо организовать, надо сходить и согласовать, кто-то этим занимается, надо где-то там охрану обеспечить, и так далее, и так далее, и так далее, это все стоит больших денег, но вот будем завтра опять рисоваться, показывать, как мы все плачем, страдаем, и так далее, вместо того, что, ребята, если вы правда хотите добиться правды, справедливости, узнать, что там, выпустите эти деньги там на параллельное расследование, потом там, я не знаю, запустите это параллельное расследование, да опять же, через тех же блогеров, хорошо, покажите эти фильмы, там и так далее, которые вы делаете, потому что, нас не пускают в эфир, вот Яшин где-то, я смотрел, он стоит, сидит на украинском радио, жалуется, меня не пускают в эфир, и тут же через 5 минут, да, телевизор все равно никто не смотрит, да хрена тебе тогда эфир, тем более, что это не твой, не параллельное расследование, те, кто смотрят телевизор, даже если тебя туда пустят, они не поймут за тебя голосовать, потому что журналисты, вернее, не журналисты, а пропагандисты уже сегодня, они, как бы тоже не бураки сидят, они умеют работать, и тут же Соловьев, если вдруг ты окажешься у него в радиоэфире, про телеэфир я не говорю, туда ходят одни и те же люди, а вот радиоэфир у него иногда интересно послушать, и он просто тебя там уработает, потому что это... Человека столько лет, он столько лет в этой сфере был. И только мне еще человек, да это мастер слова, и когда ты пришел, простой лох к нему, и он тебя просто раздавит, просто раздавит, и ты оттуда выйдешь дурак дураком. Вот сегодня, вот раз вспоминал, да, тебе видео вот это пересылал, про Навального в Екатеринбурге, и там один мальчик какой-то, вот каких-то там, про-про-про-про этих, ура-патриотов, он там начал, да вот, вы меня не пускаете к себе, какого хрена там, я тоже хочу поучаствовать в вашем собрании, я бы, может, вам вопросы задавал, и Навальный ему говорит, пойдем, пойдем дебаты прям, вот хочешь прям сейчас со мной, вот здесь, под камеры, на публику, и вот они там проводили эти дебаты, и я вот смотрел, куда ты вписался, лох, ну кто-то, где Навальный и где ты, потому что Навальный человек, с которым мы поработали технологи, который до хрена чего прочитал, у него работа такая, все знали, а ты лох с улицы, и ты стоишь и споришь с человеком, у тебя ни одного аргумента, в конечном итоге он ушел оттуда, как оплевал, поэтому, когда они пойдут, если, говорят, нас не пускают в эфир, ну пожалуйста, даже если их пустят в эфир, я думаю, их там растопчут, потому что там сидит целая машина, на том же ГТРК, в ГТРК, там целая команда сидит, причем умных людей, которые, они все это вот, не как мы с тобой в стриме включили и болтаем, как это, что вижу, то пою, как чуча, да, там они готовятся, они прорабатывают разные варианты, то есть, будет вот если вот он скажет так, вот такой вопрос ему задать, или вот так вот, они готовятся изначально и очень серьезно, поэтому раздавят, а вот приглашаешь кого-то, там допустим, давай приходи ко мне, там, да, давай выйдем там в тот же стрит, например, да ну, да вот, да зачем, да мы сами, почему, потому что, ну опять же, работая с блогерами, да, обратиться вот он к тебе, например, ну ты же тоже прекрасно понимаешь, что он политик, ты ему скажешь, извини, братан, но ты там платишь, да, где-то, я тоже хочу за это что-то получить, какого хрена я тебе буду пиарить бесплатно, это нормально, это как у нас в стране не понимают, что это нормально, все там сидят, говорят, да ты деньги берешь, да я беру деньги, там, за какие-то материалы бывают, это моя работа, я с этого кормлюсь, почему я не должен брать деньги, ты приходишь на рынок, ты же помидоры, не просто так, какой-то в Азербайджанце, ты же ему деньги отдаешь, а почему здесь, придя в эфир, ты не хочешь платить, у нас вот, к сожалению, мы хотим все, но бесплатно. Ну, мне тоже предъявы, за то, что я платно работаю, за то, что я создал фирму, за то, что я сделал сайт, за то, что, у меня, хотя цены, блин, я не знаю, наверное, самые низкие, то есть, вот у меня был тоже эфир с Сергеем Зимцовым, да, ну, юрист, и он говорит, ну, юриста, там, 20-30 тысяч, который сможет ваши интересы представлять, это вообще огромная удача, да, а я как бы сделал массовую площадку, которая может массово обслуживать людей, и тоже мне частенько за это предъявляют, не понимаю, почему, если честно. А потому что, знаешь, опять же, наш менталитет, каждый человек, каждый, от которого не посмотри, да, он каждый считает, что вот я делаю очень важную работу, вот я вот прям вообще важную работу, все остальные занимаются ерундой, я думаю, тебе много раз писали в комментариях, мне много раз писали в комментариях, что любой дурак так может, ну, возьми и сделай, раз любой дурак так может, ты ведь не говоришь, да, там уже строитель, да любой дурак такой дом может построить, ну, постой, там и так далее, и есть два варианта, либо сам с нуля, я вот так же вот объясняю людям, которые иногда начинают задавать вопросы, а что за это заплатить надо, я объясняю, и слушай, но у тебя есть вариант бесплатно зарегистрировать свой канал прям сегодня на том же ютубе, не вопрос, пьет из песни, и когда-нибудь ты догонишь меня по количеству подписчиков. Ну, они дурак не откроют канал, и на следующий день у них тысячи просмотров, все там, потому что он такой, да, 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 очень многие именно так и думают, что это, на самом деле, это сложная работа, тем более, тот же ютуб, те же соцсети, они ведь тоже создаются не просто так, они создаются, они хотят зарабатывать деньги, и они никогда не дадут тебе, чтобы ты зарабатывал просто так, они будут делать так, чтобы ты вынужден был вкладывать что-то в развитие, к сожалению, это так, любое вообще предприятие, оно бесплатно невозможно, любое, все что угодно. Причем еще надо знать, куда вкладывать и где рекламироваться. Надо очень много об этом почитать, очень много об этом узнать, даже та же реклама, почему-то у нас, я дам денег там, да, как-то я разговаривал с одним, он говорит, а что там понять это количество подписчиков на пилотик, говно, вопрос, там наверняка есть на ютубе функция, нажал, заплатил 100 тысяч, проснулся, у тебя завтра 100 тысяч просмотров, правда? Ну давай, иди поищи. Нет, есть, конечно, площадки по накрутке, но, ребят, помните, кто накручивает себе подписчиков, я скажу сразу, боты, во-первых, ютуб это не любит, очень не любит, он это видит прекрасно, вот, и не будет контент ваш продвигать, а во-вторых, эти люди просто не будут вас смотреть, какой смысл заходить и любоваться на цифру, когда вас не смотрят, в этом нет никакого смысла, абсолютно. Слушай, тогда у меня еще вопрос вот к тебе, а что думаешь про нот Федорова? Вот мне интересно. Ой, ты знаешь, я считаю, что это только кромешный, просто. Это, поприличнее это. Это вот как раз волище отбитых наглухо, это вот люди, которых бесполезно вообще агитировать, они, это люди, которые правда верят, вот просто, знаешь, есть тоже хорошая поговорка, вот кто бывает хуже дурака, дурак с инициативой, вот это дураки с инициативой, которые, во-первых, они сами верят, то что, недаром ее там, кто-то, как-то, по-моему, сектой называют, потому что в любой сект, ведь искренний сектант верит, что вот этот там какой-нибудь Василий Ругасуев, он действительно воплощение там Бога, и вот эти точно так же, они просто искренне верят, им промыли мозги 150 раз, они правда искренне верят во всякую фигню, они, ну, если провести параллель, ну, наверное, с фашистами в Германии, ведь, в принципе, умнейшая нация немцев, да, они ведь купились на все эти росказни Гитлера, купились, настолько мозг промыли, что купились, и когда они все, сейчас оглядываются назад, они сами обалдевают от этого. Так и здесь-то. уратор же был там, больше Геббельс сделал вклад в то, что поверил народ в Германии, ну, как раз, который министром пропаганды потом стал, я про него читал, просто очень много, не заурядный такой человек. Не, а заурядные люди, они не могут толпу за собой повести, толпу, чтобы повести за собой, это одной идеи мало, надо еще обладать даром внушения, надо обладать еще какой-то сумасшедшей харизмой. Ведь, да, я хочу взять популярность Путина сегодня. У человека сумасшедшая харизма, умнейший человек, я преклоняюсь перед ним, несмотря на то, что, да, вот, как президент, он, лучше бы он был президентом Германии, да, вот, ну, не моей страны, но у человека сумасшедшая харизма, человек умнейший, человек, он настолько все красиво, грамотно делает, настолько у него политтехнологи классные, насколько он настолько он соображает сам, потому что, по опыту могу сказать, что иногда, вот бывают политики, вот, знаешь, дуб дубом вот такой вот сидит, здравствуй, дерево, я дядю, он бесполезно что-то объясняет, вот вообще бесполезно, вот он, эээ, вот все, поравняясь с миром, тупой солдафон, а есть ли действительно умные политики, которые прислушиваются к профессионалам, а у Путина огромное количество профессионалов вокруг него, и он их слушает, если кто-то об этом не знает, то я просто докладываю, что за спиной стоит огромное количество политтехнологов умнейших, а он их слушает, все делает правильно, поэтому он очаровывает народ. У нас просто народ понимает, что президент это не настолько важная фигура в стране, да, а важнее государственная дума, которая законно перенимает в стране, вот, ну, как я считаю, и, а к ней такое, знаешь, отношение, ну, там что-то она есть, ну, и хер с ней, как бы, да, ну, вот, пусть она там принимает, там, что-то, и так далее, ну, к Путину, вот, все, мы на Путина все смотрим, вот, мало-мало кто понимает, что законы-то государственная дума принимает конкретно, и вот, тоже обидел, а то, что на вот эти выборы вообще, ну, народ, знаешь так, все ждут 18-го года выборов президента-царя, короче, а на думу наплевать, вот как-то так. Там, видишь, опять же, не то, чтобы на думу наплевать, я повторюсь, наверное, во-первых, половине населения просто это неинтересно, вот, кто-то там, вот опять надежда на узкое, ой, что, ладно, я не пойду, ну, кто-нибудь другой сходит проголосует, ну, что от моего голоса что-то зависит, конкретно от твоего голоса, вот, если взять тебя одного, действительно ничего не зависит, а теперь представь, еще 20 миллионов человек по стране, точно так же подумали, за моего голоса все равно ничего не зависит, и, конечно, в итоге не пришло 20 миллионов человек на выбор, да, которые могли бы проголосовать, все сидят друг на друга надеяться, так не бывает, поэтому, вот, я уже сказал, да, там выше, например, в Америке, ты обязан знать избирательное законодательство, обязан его сдать, вот, что, если ты хочешь жить и работать в Америке, ты обязан сдать экзамен по этому избирательному законодательству, это твоя обязанность ходить на выборы, потому что, я не думаю, что, что-то сложно, раз там, в 5 лет, там, сейчас, на сколько у нас тут избирали, поднять жопу, прийти, бросить этот бюллетень, ну, сколько ты там времени потратишь? Ну, сколько? Ну, что ты, ну, смех. Тем более, как правило, эти избирательные участки, они где-то там, в период досягаемости. Пешком пройти, пошел за сигаретами, решил, заодно проголосовал, ну, лень же, дарь, не хочу, не пойду, я лучше поеду, бухну где-нибудь, на дачу, и под это, кстати, тоже рассчитывают, именно, да, и я так подозреваю, почему перенеслись марта, на сентябрь, единый день бросования, как раз закрытие дачного сезона, и как раз, раньше пенсы ходили, да, на выборы, сейчас уже, как бы, пенсы там, не основная аудитория, основная аудитория все-таки молодежь, я имею в виду, основная аудитория, поддерживающая ту же там партию власти, вот, вернее, не партию власти, а их этих, каких, оппонентов, вот, и тоже молодцы, политтехнологи, сработали грамотно, тут действительно, посидишь, и подумаешь, блин, мне сегодня-завтра снег выпадет, да поедем мы с ребятами, там, шашлычок, под коньячок, все дела, бла-бла-бла-бла, а кто-нибудь там, Вася Кукарекин, за меня сходит, Слушай, а задам еще такой стандартный вопрос, как к Дмитрию Киселеву отношусь? А никак не отношусь, ты знаешь, ну, во-первых, Дмитрий Киселев, я вообще его не считаю журналистом, если честно, этот человек, когда-то он может быть и был журналистом, но это было когда-то, но мои личные наблюдения, не только, да, я не про Дмитрия Киселева сейчас говорю, а мои личные наблюдения про ребят, с которыми я работал, с Киселевым никогда не работал, он никогда, нигде не пересекался, но там случается как, это опять же человеческий менталитет, когда человек дорастает до определенного уровня, там, главного редактора и так далее, он начинает отрываться от земли и превращаться в чиновника, на сегодняшний день Киселев это чиновник, и я могу даже допустить, что он правда верит в какие-то вещи, которые он говорит, вот кто-то говорит, да, что он врет очень много, а я вот могу допустить, что он действительно верит в какие-то вещи, потому что он с ними просто не сталкивается, вот он приехал, его забрала из дома машина, хорошая, дорогая машина с водителем, ему привезли на эту яму, ну, в смысле, на ВТРК, в Москве, да, я понял, вот, значит, ему там чуть не зад потерли, ему там, пожалуйста, тебе ужин и так далее, есть классная книга, Сергея Минаева, называется, «Телки», они сейчас фильм должны снять, я все жду, когда его сниму, и вот как раз Минаев, я так подозреваю, он о себе писал, там его главный герой, во-вторых уже «Телках», когда главный герой работал уже на телевидении, вот он там, а он пишет так, что это не в плане, иногда бывает отступление от текста, как будто бы размышления героя, и вот герой там этот вот где-то про себя размышляет, и говорит, вот интересно, бывает наступает когда-то такой момент в жизни, когда добиваешься по карьерной лестнице, когда ты не знаешь, сколько денег у тебя на счету, на карточке, ты реально не знаешь, ты не знаешь, кто их и когда туда закидывает, ты не знаешь, кто оплачивает этого водителя из счета в ресторанах, ты не знаешь, сколько стоит мобильная связь, потому что кто-то всегда ее оплатил, и телефон всегда работает, ты всегда летаешь только бизнес-классом, а сколько он стоит, ты понятия не имеешь, потому что кто-то за этот бизнес вас платит, кто-то где-то, ты этих людей не видишь, все, что от тебя требуется, тебя поставили перед камерой, как чурку, улыбочка, здравствуйте, с вами говорит автоответчик, Дмитрий Киселев, потом тебя точно так же, как чурку, поставили в машину и везли, все, поэтому я допускаю, вполне допускаю, что человек просто настолько оторвался от земли, он просто не знает даже из половины. Знаешь, что в нем, так скажем, качество какое есть, мне приходится каждую неделю в воскресенье смотреть его выпуск, чтобы сделать потом свой, ну приходится, никуда не денешься, я вот иногда, когда обычно в машине смотрю, так пространственно, да, а вот иногда сажусь дома, и когда я посмотрю от начала до конца, у меня, знаешь, так мозг минут на 15 выключается просто, и потом минут через 15 я откажу, блин, опять что он там, Ну вот есть у него такое качество, как гипноз, мне кажется, он реально гипнотизирует людей, что ли, через этот телевизор, блин, так что... Ну не знаю, я не обращал внимания, хотя я тоже так частенько поглядываю в плане там даже своей работы, да и просто для общего развития я смотрю все каналы, ну в смысле все более-менее там приличные каналы, центральные, вот, но смотрю, правда, не по телевизору в интернете, телевизор я последний раз включал, не знаю, когда, потому что в интернете какую-то херь можно промотать, то есть мне неинтересен какой-то сюжет, что там в этом Алеппо творится, мне вообще пофиг, реально. Вот меня спроси сейчас, какие новости по Алеппо, я не знаю, я не знаю, мне это неинтересно, потому что про Алеппо я последний раз что-то слышал, может, год назад, когда я там просто решил для себя, а что там? А сейчас вот я глядя там в интернете эти вести недели, я просто Алеппо, хлоп промотал его, смотрю дальше, то есть может там что-то где-то... Конечно, меня интересует там на политическую тему, что там в Кремле Путин с кем встретился, о чем они там побеседовали, вот в основном такие вещи, смотрю, потому что фигамундию я проматываю, потому что так же, как, знаешь, мне там кто-то написал, там убили этого Моторолу или кого-то еще, я проматываю это украинский, я не знаю, кто такой Моторол. Я где-то, слушай, я вообще не знаю, где он, откуда, чего там, я не знаю, мне это неинтересно. Мне гораздо более интересно, что происходит вот у меня, у моих соседей, там еще где-то, вот это мне интересно. Я вот об этом говорю всегда, посмотри, что вокруг тебя творится, сколько у тебя денег в кармане, как живет твоя семья, блин, помоги ты соседу, да, грубо говоря, там, чем-то, если он там не знает, да, пообщайся с людьми. Нет, они сидят, вот, Леппа, Украина, Сирия, блин, что там на Украине, что там еще где-нибудь и все, а жизнь мимо проходит, как бы, грубо говоря. Вот, ну ладно, так, эфир у нас, как обычно, ребята, час идет, мы даже пересидели немножко, но ничего страшного. Ну, это я делаю, Саш, для формата Ютуба, ну, чтобы Ютуб больше, лучше такой формат окушает. Кстати, если надо будет, потом можно будет созвониться, я тебе пару фишек расскажу по поводу Ютуба. Да, да. Вот. Ладно, спасибо, что пришел в гости, спасибо, что рассказал. Ссылочка на канал Александра будет в описании, обязательно зайдите, подпишитесь. Ну, еще где-нибудь, вот, тут повесим, там, в конце видеоролика, вот. Ну, и предлагайте, кого еще позвать, вот. Так что, можно сделать... Тебе спасибо, тоже, удачи вам, любви и терпения, все, пока, пока. Давай, давай, пока. Субтитры сделал DimaTorzok